В протяжении 20 века женщины получили многие законодательно гарантированных прав, традиционно доступных лишь мужчинам. Это порой становится основанием для утверждения, что гендерное равенство достигнуто, и дальнейший призывы бороться за него – удел магинальных реминисток. Но дискриминация, и в первую очередь экономическая дискриминация, основанная на ней равенстве доходов мужчин и женщин, никуда не исчезла. В реальности женщинам повсеместно приходится сталкиваться с двумя, казалось бы, взаимоскричающими формами дискриминации, прикрепляя к женщине статус слабого пола. Общество в то же время награждает их худшей, нижеоплачиваемой и менее престижной работой, закрепляя таким образом положение зависимости. Экономика Таджикистана на сегодняшний день не в состоянии создавать достаточное количество рабочих мест для растущего количества рабочей силы. Экономический рост с начала 2000-х годов, который был обусловлен денежными переводами, привел к резкому снижению уровня бедности, но при этом бедность остается на высоком уровне. Высокие темпы экономического роста в последние десятилетия не являлись результатом структурных преобразований, которые могут приводить к постоянному улучшению уровня жизни. Рабочие места были созданы в основном в сверхдеятельности с низкой производительностью, зачастую в неформальном секторе. Наша цель – проанализировать основные проблемы, стоящие перед страной с точки зрения создания рабочих мест на макроуровне, на уровне компаний и домохозяйств. И наметить ряд стратегий и программ, которые могут осуществить структурные преобразования для достижения цели развития страны, путем более высоких темпов создания рабочих мест в формальном секторе, повышения качества рабочих мест, особенно в неформальном секторе, и улучшения доступа к рабочим местам среди уязвимых групп населения. ПРОДИОМНОЕ В ДОСТАЛЕДУЧИН ЕЦИИ Это очень важно для бизнеса. В период 2003 по 2013 годы уровень ВВП увеличился в среднем на 7,2% в год, при этом степень трудовой занятости увеличивалась лишь на 2,1% в год. В то же время показатели рождаемости в Ташикистане остаются высокими и количество населения трудоспособного возраста выросло с 3,31 млн. в 2000 году до 5,23 млн. в 2015 году, при котором в среднем 40 тысяч человек пополняют рейды рабочей силы каждый год. Молодежь с меньшей долей вероятности является самозанятой, 5% по сравнению с 11% среди взрослых. Женщины находятся в невыгодном положении с точки зрения показателей трудоустройства. В период с 2003 по 2013 годы неравенство в уровне занятости между мужчинами и женщинами увеличилось. В 2003 году разрыв по уровню занятости между мужчинами и женщинами составил 21% пунктов, а также увеличился до 35% пунктов в 2013 году. Работающие женщины с большей долей вероятности работают в государственном секторе, но почти четверть женщин вовлечена в неоплачиваемую занятость в семейном бизнесе по сравнению с 13% среди мужчин. Женщины также с меньшей долей вероятности являются самозанятыми, 7% по сравнению с 12% среди мужчин. Важными детерминантами занятости являются навыки и образование. Однако уровни завершения среднего образования, возможно, снижаются. Взрослые с образованием выше среднего зарабатывают на 57% больше, чем лица с образованием ниженачального. Хотя приблизительно 80% имеют минимум среднего образования, появились некоторые настораживающие тенденции. Например, более высокая доля молодых женщин не оканчивает среднюю школу или среднее специальное или техническое учебное заведение. Само по себе экономическое развитие не гарантирует гендерного равенства или справедливое распределение материальных благ между мужчинами и женщинами. Дискриминация может процветать и в странах с развитой экономикой, но безработица и сокращение социальных гарантий лишь усиливают дискриминацию. Именно поэтому борьба против гендерного неравенства не может быть отделена от борьбы за социальное и экономическое равенство как мужчин, так и женщин. Количество тех женщин, которые могут и хотят трудоустроиться с 1995 по 2015 год снизилось с 52,4% до 49,6%. Традиционно самые низкие шансы выйти на рынок труда, то есть претендовать на экономическую независимость, у женщин в арабских странах, а самые высокие в Европе, Северной Америке и Восточной Азии. Эти незначительные улучшения, наблюдаемые в странах Европы и Северной Америки, эксперты связывают скорее с экономическими проблемами и, как следствие, снижением уровня занятости среди мужчин, а не с увеличением занятости среди женщин. Исследование показало, что всемирный гендерный разрыв в оплате труда составляет 23%. Иными словами, женщины зарабатывают 77% от того, что зарабатывают мужчины. Даже при рассмотрении почасовых ставок оплаты труда, учитывая меньшую продолжительность женского рабочего дня, разница в зарплате все равно будет составлять в зависимости от региона 10% и более. Этот разрыв, считают исследователи, можно объяснить лишь систематической недооценкой труда, в которую преимущественно вовлечены женщины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова